друзья всем привет жука виталий на саде сегодня мы с вами как обычно кратко и по делу разберем ситуацию на криптовалютном рынке с прошлого прогноза напомню он был на уровне 7800 долларов я ожидал отката отката до канала 7 400 7 600 мы с вами откатывались немножко ниже но в принципе в канале мы остановились соответственно давайте с вами разберемся чего нам стоит ожидать более локально среднесрочно и все-таки затронем более глобальную перспективу движения актива напоминаю вам то что завтра будет выпуск новой рубрики где отвечаю на ваши вопросы из комментариев соответственно не скупитесь оставляйте то что вас интересует внизу ну а мы с вами начинаем начнем мы сразу с вами с часового таймфрейма прошлый прогноз был плюс-минус в этих уровнях соответственно я ожидал откат откат в эту зону мы с вами получили соответственно сейчас у нас вами идет проторговка канале канал где-то 7 200 7 600 плюс-минус этот сквиз мы с вами не учитываем в рамках канала потому что здесь было сразу стопроцентное покрыть его соответственно это чисто был сквиз на лангистов и в рамках этого канала стоит рассматривать более локальный канал это уровень 7 400 и 7 600 смотрите а так как сейчас мы с вами наблюдаем некая затишься обычно после таких затишься у нас проходит некий сквиз и дальше у нас вероятнее всего будет рост по той причине что у нас были снесены лангист у нас довольно неплохие объемы проторговок можно сказать что у нас идут реально можно сказать у нас идет реально хорошая волатильность то есть у нас нету каких-то uber нулевых объемов у нас не торгуется бот у нас есть явная заинтересованность в рынке также напомню вам то что у нас есть канал даун тренд среднесрочный который за которым мы вышли и но я все-таки считаю что с большей вероятностью мы получили сейчас подтверждение на то что выход у нас не ложный и соответственно когда получается подтверждение если смотреть более среднесрочной перспективе все-таки стоит ожидать отскока куда я тут ожидают сколько у нас здесь есть довольно неплохая проторговочка которая показывает качественное преломление даун тренда это где-то уровень 88 200 на самом деле там потенциал до 8 600 но 8 600 я еще как вам в прошлом выпуске говорил но не готов я сейчас тут рассматривать все таки такой уровень надо смотреть как говорится ближе к делу также хотел бы обратить ваше внимание то что рассматривать данную ситуацию ну очень она похожа на начало фазы накопления то есть если мы с вами получим какое-то здесь вот боковое движение это будет просто супер потому что если сейчас у нас ну вот потом этот следующий месяц у нас будет по торговке в этом уровне ну 12 тысяч вообще не за горами но это пока не более чем ситуацию которую я бы хотел видеть на рынке сейчас же могу сказать одно мы соответственно ломаем даун тренд получаем подтверждение локально у нас с вами идет проторговка следовательно с большей вероятностью локально мы с вами получаем еще небольшой сквиз с этого сквиза мы уходим вверх даже здесь есть вероятность что и без сквиза уйдем вверх но именно вероятность среднесрочного движения восходящего как минимум к уровню 7 800 но я считаю что мы все все таки пойдем вот за этот уровень а это 88 200 то есть выход за восьмерку я все-таки с большей вероятностью рассматриваю восходящие движения что касается рынка альткоинов они замерли соответственно в ожидании движения биткоина вся льта стоит над глобальными поддержками что не может не радовать и рассматривать здесь точку входа более предпочтительно хотя я бы все-таки рассматривал при пробитии сопротивлений по принципу там риппл и пробить 23 с половиной 24 эфириум уже где-то за 160 стеллар люмен ну где-то вот 6 и 3 как мы с вами рассматривали вот пробить и вот этих уровней все-таки уже нам даст более качественные и более высоко вероятные предпосылки к продолжению восходящих движений сейчас все-таки это ближе к тому чтобы ловить ножи хотя у всех активов очень неплохие глобальные поддержки они очень неплохо на них стоят плюс довольно большой интерес покупателя действительно как только мы подходим к значимым уровнем у нас очень сильно возрастает обид биткоин тут даже вровень никак не ставится как возрастает объемы на альте когда подходят с глобалки если рассматривать ситуацию более глобально как я уже неоднократно говорил все-таки я рассмотрю продолжение аптренда не потому что там какой-то убер-лангист просто нету смысла выносить рынок в который еще толком но не зашли нету еще тех объемов которые можно хорошо вынести я думаю данные движения нацелены не более чем на то чтобы снести позиции на 9 10 11 тысяч и действительно сейчас ситуация довольно стремная для многих особенно учитывая что мы ставим на уровне 7 300 это плюс минус уже около довольно важных глобально это можно сказать вообще в принципе глобальная поддержка и здесь кстати обязательно надо обращать внимание на то что данную глобальную поддержку мы исправно удерживаем несмотря на действительно большое количество сквизов если был вам полезен оставляйте свои мысли в комментариях поддерживайте видео лайками ну и подписывайтесь на канал если до сих пор не подписаны до следующего выпуска друзья работаем пока пока пока